Всем привет! В сегодняшнем видео мы совместно с каналом Единый Транспорт решили сравнить метрополитены двух столиц Москвы и Санкт-Петербурга. Всем привет! Это Единый Транспорт. И сегодня мы с каналом Александр Стариков выясним, насколько различаются метрополитены двух столиц России. Для этого видео мы взяли 13 критериев, по которым будем сравнивать. Поехали! Для вашего удобства в углу будет расположен логотип московского или петербургского метрополитена, чтобы было понятно, о каком идет речь в повествовании. Перейдем к первому критерию. Критерий первый. Величина и охват подземки. Московский метрополитен считается одним из крупнейших в мире. И на сегодняшний день в нем насчитывается 258 станций. Однако мы были бы глупцами, если бы сравнивали абсолютные величины. Поэтому давайте рассмотрим вопрос охвата. Площадь Москвы достигает значения в 2561 километр квадратный. Разделив ее на количество станций, мы получаем примерно одну станцию на 10 километров квадратных. Понятное дело, что новая Москва играет роль в понижении охвата. Однако так как метро туда уже пришло, мы ее попросту не можем не считать. В метрополитене Санкт-Петербурга на сегодняшний день насчитывается 72 станции, что намного меньше, чем в Москве. Однако и возможностей у Санкт-Петербурга намного меньше. Давайте посчитаем, какой охват у петербургского метрополитена. Разделим площадь Санкт-Петербурга на число станций и получаем примерно одну станцию на 20 километров квадратных. Критерий второй. График работы. Московское метро открывает свои двери в 5.30 утра, а закрывает в час ночи. А поезда довозят пассажиров до конечных аж до 2 часов ночи. Петербургский метрополитен открывает свои двери около 5.40. Закрываются пересадки в номер 15, а станции чуть попозже. Все зависит от уходящего последнего поезда. Критерий третий. Оплата проезда. В московском метро есть множество разных способов оплаты проезда. Билеты вы можете купить вот в таком автомате. Если вы можете купить единый за 62 рубля, или купить себе тройку и пополнить кошелек. Также можете пополнить кошелек на месяц, на тройку и на социальную карту, что достаточно выгодно. Также есть возможность оплаты по биометрии, так называемый FacePay. По сути, есть 5 основных способов оплаты проезда. Это единый. Одна поездка стоит 62 рубля. Тройка. Одна поездка стоит 50 рублей. Социальная карта. Если вы студент, аспирант или школьник, стоит 470 рублей в месяц, а если вы пенсионер, бесплатно. Оплата банковской карты обойдется вам 56 рублей. И оплата по биометрии 46 рублей. Оплатить проезд в Петербургском метрополитане можно разными способами. Самый простой из них это покупка жетона за 70 рублей. Также единый электронный билет или по простому карту подорожник. 49 рублей за поездку. Можно купить билет на сутки, который стоит 270 рублей. И льготникам предоставляется единый на месяц, так сказать, ученический, студенческий и для пенсионеров единый льготный билет. Также на всех станциях установлены автоматы по продаже билетов, в которых можно пополнить подорожник или любой другой электронный билет. Критерий 4. Подвижной состав. Московский метрополитен представляет из себя огромный зоопарк из разных видов подвижного состава. Самый старый тип подвижного состава в московском метро – это номерной и множество его модификаций. Немного моложе поезд типа «Русич», который уже 20 лет колетит в московское метро. Следующий достаточно молодой поезд «Акан». Современный тип подвижного состава «Москва». И самый новый тип подвижного состава – «Москва-2020». На сегодняшний день соотношение старых поездов к новому московскому метро можно оценить как 20% к 80%. В Санкт-Петербурге подвижный состав не менее разнообразный, чем в Москве. В нем есть ЕМЫ. Номерные в разных модификациях. Нева. Юбилейный. И самый современный на сегодняшний день – «Балтиец». Соотношение старых поездов к НОМ оценивается как 60 на 40. Критерий пятый. Интервалы. В будние дни, в часы пик, интервалы в московском метро не превышают обычно полутора минут. Вот видите, сейчас одна минута на интервальных часах, а поезд уже тормозит. И через полминуты он отправится в сторону следующей станции. И на самом деле такое время – это просто фантастический результат. В Петербургском метрополитане интервалы в часы пик на Московско-Петроградской и Кировской оборудовской линии не превышают практически полутора минут. Критерий шестой. Глубина станций. Глубокие станции в московском метро сконцентрированы в центре. Их сегодня насчитывается 86, что составляет 1 треть от всех станций московского метро. Всего в Петербургском метрополитане 72 станции. 61 станции глубокого заложения. Это практически 85% всех станций. Показатель очень колоссальный. Это объясняется сложными грунтами в северной столице. Критерий седьмой. Архитектура. Я думаю, этот пункт стоит оставить без комментариев. Оба метрополитена способны вас удивить и покорить. Я так хочу, чтобы лето не звучало, чтобы оно звучало со мною в свет. Я так хочу, чтобы маленький взрослый, убивительный взрослый, творили свет. Критерий восьмой. Уникальные станции. Одна из них – это, конечно, Воробьевы горы. Единственная станция, расположенная на мосту. Один выход ведет на один берег, другой – на другой берег. Москвы-реки. Помимо всего прочего, это самая длинная станция в московском метро. Ее длина превышает 200 метров. Еще одной действительно необычной станцией является Нижегородская. Просто посмотрите, какие у нее масштабы. По бокам находятся пути Большой Кольцевой, а в центре – Некрасовской. То есть тут две линии внутри одной станции. Самая большая станция в России, определенно. Ну и самая необычная станция в московском метро. Нет, это не бульвар Дмитрия Донского, а ее придаток и пересадка. Улица Старокачаловская. Чем же она так необычна? Тем, что две ее платформы располагаются по бокам от бульвара Дмитрия Донского. То есть, по сути, вы здесь можете уехать только в сторону Бунинской аллеи. И вот тут одна такая платформа узенькая. А с другой стороны – только в сторону Битцовского парка. А в Петербурге есть 10 станций типа «Горизонтальный лифт». Строили данные станции из-за удешевления строительства. Еще из плюсов можно отметить безопасность и уменьшение шума от поездов. Но у таких станций есть несколько минусов. Дорожая эксплуатация и время стоянки поезда больше. В Петербургском метрополитене также есть уникальная станция. К примеру, станция «Спортивная» является двухэтажной. На верхнем этаже поезда идет в сторону станции «Комендантский проспект». А на нижнем этаже поезда следует в сторону станции «Шушара» в южном направлении. В каком-то неизвестном будущем здесь будет пересадка на кольцевую линию. И оттуда можно будет ехать в сторону станции «Василеостровская» или «Горный институт». По факту, станция «Спортивная» находится на Петроградской стороне. Но в день города, 27 мая 2015 года, на станции был открыт торволатор под Малой Невой, который ведет на Васильевский остров. Критерий 9. Пассажиропоток Ежедневный пассажиропоток в московском метро составляет около 10 миллионов человек. В среднем 39 тысяч человек на станцию. Поэтому такие толпы людей здесь – это нормальное явление. Некоторые переходы в московском метро настолько загруженные, что иногда предлагают бесплатную пересадку через улицу. В Петербурге ежедневный пассажиропоток превышает 2 миллиона человек. В среднем на станцию приходится примерно 28 тысяч пассажиров. Критерий 10. Реклама В московском метро сегодня рекламы в разы меньше, чем было раньше в Лужковские времена, когда даже на некоторых станциях заклеивали стены. Однако ее можно найти в разных местах. Например, на навигации. Смотрите, как классно тут вписали значок KFC. Сделали в едином сером цвете. Ну и смотрится хорошо. Также рекламу вы можете встретить в виде вот таких постеров внутри поездов. Ну и, конечно, куда без рекламы на этих вот телевизорах внутри вагонов. В Петербургском метрополитене в последнее время очень сильно сократилось количество рекламы на станциях. Однако все еще их можно наблюдать, например, вот на стенах. Критерий 11. Навигация Что касается навигации, то схема в московском метро сегодня выглядит именно так. Ее разработал Артемий Лебедев и по своему дизайну она мне очень нравится. Тут даже пересадку из четырех станций, где нет перехода между Александровским садом и Боровицкой. Очень хорошо обыграли. Это смотрится стильно. В принципе, навигация в московском метро мне не во всем нравится. Но в этом видео выводы делаете вы. Поэтому на ваш суд выношу то, что сделано в московском метро. В плане навигации еще есть очень крутой рекламы. Решение в новых поездах Москва-2020. Это экран. На нем показаны линии, на какой вы станции находитесь, какие следующие, а также в каком вы находитесь в вагоне и где есть выходы и пересадки на другие линии. Очень полезный и удобный экран. Осторожно. Для более удобного ориентирования помечаются номера выходов со станции. Схема Петербургского метрополитана, пожалуй, уже морально устарела. Однако навигация сделана на ее основе достаточно неплоха. Навигация в Петербургском метрополитане является довольно-таки простой и понятной. Можно очень легко понять, куда следует поезд, в каком направлении, а также очень легко понять, на какой линии вы сейчас находитесь. Потому что навигация полностью покрашена в цвет линии. Ну и на стены навигация также является очень простой и понятной, так как можно довольно-таки легко понять, какие станции поезд уже проследовал, а какие остались на маршруте до конечной станции. Критерий 12. Удобство для пассажиров. Если брать более старые станции московского метро, особенно глубокого заложения, все достаточно просто. Вы заходите на земле в вестибюль, здесь нет ни одной ступеньки, например. Проходим через турникет и просто спускаемся вниз. Здесь для маломобильных пассажиров нет такого большого количества препятствий. То тут уже человек проходит своеобразный квест для попадания на станцию. А если человек маломобильный, то ему еще найти надо нужный вход, где есть пандусы. На более старых станциях мелкого заложения, как здесь на проспекте Вернадского, лифтов в подземный переход нет. И есть только пандусы. Боже, тут и на втором входе тоже нет пандусов. При спуске на более старые станции мелкого заложения лифтов нет. Но есть пандус, причем сделанный только с одной стороны. Но он далеко не пологий. Вот представьте, какие испытания нужно проделать маме с коляской или лицам на инвалидной коляске, чтобы подняться наверх. Но это очень сложно. При спуске в подземный переход на новых станциях все немного получше, потому что помимо вот этого спуска здесь еще есть лифт. На станциях есть еще информационные стойки, где вы можете посмотреть схему метро, посмотреть, где находятся вокзалы, автостанции, как добраться до аэропортов, ну, также парковки. И на каких станциях есть лифты. Вы можете обратить внимание, что они есть преимущественно только на новых. А на старых станциях такого добра нет. Также здесь вы можете позвонить оператору по интересующей вас проблеме. Также на станциях есть лавочки. Но где-то их хватает, где-то нет. На многих станциях их всего по одной, по две, что, конечно, мало. Петербургское метро намного удобнее московского. Тем, что абсолютно у большинства станций наземный вестибюль. Вследствие чего не нужно преодолевать множество ступенек. Однако в последнее время начали появляться станции мелкого заложения, где, чтобы войти на станцию, нужно сначала спуститься в подземный переход. И тут Петербург представляет потрясающее решение. Это траволатор. Для лиц с ограниченными возможностями это спасение. На всех новых станциях, открытых за последнее время, есть такие лифты. Также на всех станциях есть такие вот лавочки. И на каждой станции есть колонна экстренного вызова, на которой можно узнать различную информацию, построить маршрут поездки или вызвать экстренные службы. Критерий 13. Темпы строительства. За последние 10 лет в московском метро было построено 70 станций. Темпы просто космические. Но, несмотря на это, множатся и планы развития. Темпы строительства метро в Петербурге очень сильно запаздывают относительно необходимых. За последние 10 лет было построено 5 станций, что, конечно же, очень мало. Перспективный план весьма масштабный, однако в его воплощение в срок не верится от слова совсем. Будем надеяться, что в ближайшие годы ситуация изменится. Вот такое у нас сегодня получилось сравнение. Надеюсь, вы его оцените лайком, перейдете на канал Единый Транспорт и подпишитесь на него. А также подпишитесь на меня и мои соцсети. Ссылочки в описании. Всем хорошего настроения.